Какие же еще методы есть победы над судьбой? Когда человек читает с радостью Священное Писание, не ради своей хорошей судьбы, а ради удовлетворения старшего, он постоянно думает, это для тебя, для тебя, для тебя я читаю. Тогда в этом случае он побеждает судьбу. И он радуется очень тому, что там написано. Читать Священное Писание нужно очень медленно. Каждую строчку надо повторять, повторять, повторять. Вот я каждый, я если что-то начал изучать, я обязательно заучиваю наизусть и повторяю, 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 пока глубоко не пойму. Я не тороплюсь в изучении Священного Писания. Я все учу наизусть. Это самый лучший способ глубоко, глубоко пытаться понять. Есть люди, которые постоянно читают, и он говорит, надо читать час Священное Писание. Читать, 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 они ничего не понимают, это накопилось. Как бы уже это все. И потом начинается болото, он ничего не соображает, у него столько вопросов, нет ответов. Лучше немножко прочитать и рассуждать весь день по поводу этого. Или перечитывайте еще, чтобы понять. Чем больше вы изучаете, тем больше понимаете. Надо углубляться в Священное Писание, а не читать их больше. Запомнили? Никуда не торопитесь, ваш никто не торопит, вам нужна любовь. Ну, допустим, подойдете к своему близкому человеку. Я сегодня повторил, я тебя люблю 150 раз. Как ты повторяла? Я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю, я тебя люблю. Не, мне не нравится. Или вы подойдете и скажете, я повторил один раз. Как ты повторил, я тебя люблю, мне хватит. Чувствуете, здесь важно качество, а не количество. Богу важно качество именно. Какие еще методы есть в духовной практике, побеждающей судьбой? Помогать в храме. Простой метод. Не можете молиться, говорит, не врубаюсь вообще, вот пробовал, не врубаюсь. А побеждать судьбу надо. Идете в храм, в своей вере, в твоей традиции, и говорят, что делать? Хочу служить. Говорят, ну иди там, бери там, мусор вынести, пол помой там. И говорят, не возвышенно они вот так вот. Пол помой, вынеси мусор там. Так не говоря, он говорит, тебе мусор высадь, неси, и все, будешь служить. Так один молодой человек, он пришел, одна женщина так выходит, говорит, служить. Ну вот у нас весна, клумбы все после зимы не перекопаны, иди перекапывай, сажай цветы. Все, все клумбы твои, вот и работай весь день. И он весь день работал, работал, работал на этих клубах. Я думаю, это духовная практика или нет, что-то я не понимаю. Но он-то сказал, как бы сделал, мужик сказал, мужик сделал, взял все, клумбы сделал, все. И когда день закончился, он честно, как бы весь день там копался, он подошел к этой монахине, говорит, я все сделал, клумбы засажены, все перекопано. И она посмотрела на него, у него так руку он положил, говорит, благословляю тебя. И пошла. Он приходит домой, звонок с работы, и у него все наладилось. А он как раз этого и хотел. И он так удивился, ничего себе! И у него вера возникла сразу в сердце. И он понял, он начал верить во что? Молитву? Нет, служение в храме. И он идет и служит в храме, когда чувствует беду. В общем, так же человек может поверить в молитву, когда она ему поможет. Человек верит в то, что ему помогает. Следующий вид служения — это слушание наставлений. Вот вы сейчас служением занимаетесь. Богу нравится, когда человек с верой слушает наставления. Это служение Богу. Также в храме можно приходить на службы духовные, программы. Что такое ритуал? Есть санскритское слово «рита». Оно означает «ритм вселенский». Видите, ритм, рита, ритуал. Это один и тот же корень. И слово это обозначает синхронизацию с волей Бога. То есть вселенский ритм — это воля Бога. Человек должен войти в этот вселенский ритм, когда он на ритуал приходит, своей духовной традиции, и стоит там на службе. В это время он соединяется с вселенским ритмом. И у него мозги встают на место. Он потом идет бизнесом делать, заниматься. И у него все четко понятно, что делать. Потому что у него синхронизация произошла с истиной, с голосом совести. Это духовная практика. Она очень сильная. И человек берет, допустим, он медской человек, но у него выходные дни выпали. И он на недельку до второго не в Комарова едет побалдеть на море, а он едет на недельку до второго или там на три дня до второго, он едет в монастырь. Но при этом не как монах живет, а в монастырской гостинице ходит на все программы и общается с монахами. И за три дня у него так сильно жизнь меняется, что не дай Бог. Он даже и представить себе не может, как он изменит свою жизнь. Поэтому в монастырь и не хочется ехать на три дня. Какие-то дела там, ну, это мне неудобно туда, что я тогда поеду? Езжайте там, все будут вам рады. Когда они вас увидят, они прям попрыгнут отчасти. Я вам просто предсказываю точно. Поездка в святые места является самым важным методом духовной практики для тех, кто только развивается духовно. Особенно соприкосновение с очень возвышенными людьми. Один раз я приехал в одно святое место, которое называется Шри-Рангом. Это место находится в Южной Индии. Там целый комплекс храмовый. И там есть одно очень святое место, где сидит забальзамированный святой уже 800 лет. И он мысленно дает наставление своим ученикам. И уже 800 лет у него растут ногти даже. Обрезают каждый месяц. Бальзам снимают, обрезают ногти, бреют и назад опять бальзамированный. И я начал молиться рядом с ним, и очень сильное воздействие было. Я почувствовал себя маленьким в области сердца. Сначала почувствовал себя очень смиренно. Потом смирение росло, 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 росло. Я такой уменьшаюсь, уменьшаюсь только раз. И стал маленьким вот здесь вот и вечным. Оставлять рядом с этим человеком почувствовал себя душой. Буквально через 20-30 минут молитвы. Такая сила у него исходит. Но не только этим запомнилось это святое место мне. А еще и тем, что я там, ну просто там в обед, там готовят священники всю жизнь. И они с молитвой такие, они очень погружены в приготовление освященной пищи. И мне повезло то, что мне, прямо вот этот священник, он подал мне пищу. И может потому, что я как бы белый, не как все. Он сел рядом со мной, начал смотреть, как я ем. Когда он смотрел, как я ем эту освященную пищу, он начал плакать. У него слезы пошли из глаз. Он такой вот смотрел с очень добрыми глазами такими. Очень внимательно смотрел. И он мне говорит, я всю жизнь посвятил приготовлению пищи. Начал рассказывать, как он думает во время приготовления пищи, как он молится. И когда я ел вот это все, слушал, меня начну колбасить. Начал чувствовать такое счастье духовное, такую силу. То есть у меня мурашки по телу пошли. Такое счастье. Я просто, как будто нектар разливается во рту. Вот такое вот. Я чувствовал такое ощущение. Никогда в жизни такого вообще не чувствовал, таких ощущений. Как будто я чистотой наполняюсь от этого человека. Это было совершенно потрясающее, необычное ощущение. Точно так же может человек омываться в святых местах водой священной. И тоже почувствовать, как будто его чистота омыла. И он очистился, велся. И как будто заново родился. Поднимите руку, кто из вас это чувствовал в жизни? С водой. Это все правда. Так оно и есть. Служить людям духовным. Допустим, лично. Это очень возвышенный метод духовной практики. Ну, допустим, подходите к какому-нибудь монаху и говорит, я хочу сделать вам пожертвование. Он говорит, а мне ничего не надо. Вы говорите, нет, я хочу вам дать денег, может потратить на что-то. Он говорит, да не нужно мне ничего. Я говорю, ну, может, вам тогда надо, чтобы я что-то сделал. Он говорит, да ничего мне не надо. Вы говорите, на колени встает, он говорит, ну, возьмите, пожалуйста. Он говорит, ну, я возьму, в храм отнесу, если хочешь. Он говорит, я хочу. И вы лично ему даете деньги, а он этих относит к храму и жертвует туда. Все. Это очень мощно. Это очень мощный метод духовной практики, потому что вы пожертвовавшись этому человеку. Вы совершаете такую чистоту на себя, накликаете, что это просто невыносимо, не объясни, невозможно даже описать словами. Понятно, что когда человек, который выхватывает у вас деньги, говорит, о, отлично. Это значит, что, может быть, и не такое сильное пожертвование. Но вообще хорошо, благоприятно возле храма раздавать пищу. Лучше пищу, а не деньги. А еще лучше освященную пищу. А еще лучше договориться монахам дать денег, они приготовят пищу, а вы все раздадите возле храма. Вот это вообще супер просто. Это тоже метод духовной практики. Но если священнику что-то реально надо, и вы ему сделали или дали, и он вас еще и улыбается, рад вам, то это очень круто. Субтитры создавал DimaTorzok